Всем привет-привет! Вы на канале ВотГСН и сегодня я попытаюсь кратенько поделиться своим субъективным мнением на тему того, какое дерево развития, какая нация, ну, как мне кажется, самое классное, самое кайфовое. Я изначально подумывал над тем, чтобы снять видео по поводу того, какие топ-3 дерева есть в этой игре. Потом понял для себя, что мне будет очень сложно определить второе и третье место, ну, ровно как и топ-5, допустим, там, хотя у нас веток-то, в принципе, я бы сказал, не так уж и много. Общее количество веток всего лишь 8, ну, почему всего лишь, потому что хотелось бы чего-нибудь новенького. Короче говоря, ребят, я решил не снимать топ-3, я решил не снимать топ-5, ну, потому что, если с первым местом для меня лично, субъективно, все понятно, ну, вот, видите, огромное количество десяток, да, и это только на основном аккаунте, и некоторые из этих танков не настолько сильно порадовали меня, как мне бы хотелось, а некоторые десятки у меня до сих пор не лежит рука качать, ну, вот, не хочется и хоть ты треснешь. И тому есть определенная причина, потому что, как мне кажется, каждый игрок, он играет на той технике, которая ему больше подходит по стилю игры, по духу. Кому-то нравится долгое КД, но хороший урон за один шот, кому-то нравится чаще шотить, пускай даже с меньшей альфой. Кому-то нравится менее подвижная игра и стоялого в кустах, которые можно устраивать, допустим, на гриле, и кому-то нравится более динамичное что-то, кому-то нравятся ПТшки с броней, как, допустим, Е100, ну, а кому-то нравится та же самая бабаха, которая наносит урона мама не горюй, но картонная, в принципе, как коробка от холодильника. Короче говоря, ребят, сколько игроков, столько мнений, я же поделюсь своим субъективным мнением. Почему я говорю о том, что для меня есть какая-то самая крутая ветка, точнее не ветка, а целое дерево в этой игре? Потому что во всех деревьях остальных для меня есть машины, которые меня смущают. Ну, допустим, вот в Соединенных Штатах Шеридан. Не нравится он мне, и хоть ты тресни. То же самое М48 Паттон, но не совсем та машинка, которая мне нравится. Я, честно говоря, не совсем понимаю игру на, допустим, Т57 Хэви. Не нравится мне барабан этой машины, хотя многим заходит. Поэтому, ребят, в этой конкретно ветке, ну, точнее, в этом дереве, да, вот есть несколько веток, которые мне заходят, и есть несколько веток, которые прям совсем не идут. Что касается немцев. Ну, вот в немцах все очень хвалят Е50М, но мне эта машинка понравилась не очень. Маус на сегодняшний день морально устарел, хотя он довольно-таки играбельный в целом, да, вот как огромный тяжелый танк. Но, согласитесь, ну, уже совсем не то. Я думаю, что ребята, которые много лет играют, они поймут, о чем я говорю. Леопард продолжает быть прикольной фановой машинкой, но уже не настолько имбовой, как было раньше. Короче говоря, веточка немножечко почистилась. Я имею в виду по танчикам, в отношении их играбельности и в отношении фана, который можно на этих танках получать. Что же касается, допустим, Советского Союза. По Советскому Союзу, ребят, ну, я бы сказал, что вот средники и ЛТ мне абсолютно не заходят. Если, допустим, Т-100 ЛТ, он еще хоть как-то прикольный, потому что его недавно добавили, то Т-62А и Объект 140, я бы сказал, ну, уже тоже морально устарели. ИС-7 мне лично не зашел абсолютно. Он у меня есть, но, блин, удовольствия от него я не получаю абсолютно никакого. Ну, короче говоря, вот в этой веточке вот такое субъективное мнение. Есть британцы. По британцам, честно говоря, мне нравится Виккерс, мне нравится ФВ-4005, безусловно, нравится Бабаха. А вот, честно говоря, ФВ-4202 и ФВ-215Б тяжик, ну, такие себе танчики. И, честно говоря, тоже не очень сильно заходят. Плюс к тому, ребят, честно говоря, выкатать, допустим, ФВ, ну, то еще удовольствие. Я имею в виду отстрадать на Шермане, по крайней мере, для меня это были страдания, потому что машинка вообще не вписывается в ветку. И играется, ну, не сильно приятно. По крайней мере, ребят, по моим субъективным мнениям, уж простите те, кому нравится Шеридан, Фаерфлай. Ну, ребят, сколько игроков, столько мнений, об этом я говорил. Те же самые Комет, Кромвель, ну, плюс-минус прикольные машинки на своем уровне, но все равно немножечко не то. Ну, и, честно говоря, веточка тяжа, она тоже, ну, как-то вот уже приелась и совсем не так играется, как игралась тогда, когда она была до введения новых машин в игру. Что касается товарищей японцев. В японцах мне, честно говоря, нравятся два танчика из десяток. Это Тайп 71 и ТО с очень большой натяжкой, потому что идти к нему, ну, мне, честно говоря, было дискомфортно. И Хори, опять-таки, идти не очень приятно, и сам танчик, как бы он не выдающийся. Да, он прикольный, что-то в нем такое драйвовое есть, я имею в виду, отличающий его от других машин. Ну, и, соответственно, у нас выпадает из обоймы СТБ-1. Танчик на очень большого любителя, поэтому, ну, как бы, и это дерево у меня тоже отпало. Давайте теперь поговорим о французах. Французы мне, в принципе, как танки, ну, не нравятся. Французские танки, они какие-то вот так не такие какие-то в чем-то, да. То есть я шел-шел по ветке БЦ, но, честно говоря, ну, вообще никак. Не нравится мне игра на этих легких танках. ПТ-шки, ну, такое себе удовольствие. Да, безусловно, ФОЧ 155-й с его орудием на два снаряда, 560 альфы за выстрел. Ну, короче говоря, ну, я бы сказал, что это прикольно. Но время перезарядки снарядов в магазине, как бы, и сразу все портится. Все удовольствие от этого дела. Почему? Потому что, ну, с таким же успехом возьми бабаху, блин, бахни один раз. И получи тот же самый урон. Да, безусловно, живучесть у ФОЧа куда круче, чем у бабахи. Но, я думаю, вы поняли, о чем я говорю. И в итоге АМХ 50Б. Ну, вообще, честно говоря, на сегодняшний день практически неиграбельная машина. Картонная, с очень долгим временем перезарядки магазина. Ну, и, короче, как бы, ни о чем. Что у нас по китайцам? По китайцам у нас прикол только в ВЗ-113. Там отчасти в ПТшке. И ВЗ-121 я не понимаю ровным счетом полностью. Поэтому, ребят, честно говоря, я даже не выкатывал на основном аккаунте. Потому что это вот, ну, в самую последнюю очередь буду, наверное, катать эту ветку. Если кто не согласен, напишите в комментариях. Итак, ребят, мы доходим до самой классной веточки, я бы сказал, классного дерева. И все его ветки, действительно, безусловно, очень крутые. Это дерево сборной Европы. Сейчас объясню, почему у меня такое субъективное мнение. Потому что кранваген, это обалденная машина с системой дозарядки. Магазина, которая, действительно, умеет классно накидывать. И можете обзор посмотреть у меня на канале. Сейчас здесь появится подсказочка на кранваген. И в целом, я бы, наверное, даже поставил сюда подсказочку на целый плейлист, как отыгрывается вся ветка. Безусловно, очень тяжело отыгрывать на СТРВ и Лео. То есть, вот эти два танчика пройдя, дальше вы будете кайфовать от игры. По крайней мере, я кайфовал. Что касается 60ТП. В целом, я бы не сказал, что вся ветка имбовая. Но идти по ней нормально, комфортно. Плюс-минус, да, бывают какие-то там заковырки. Но в целом, вы идете к обалденному тяжу с очень хорошей альфой, временем перезарядки. Очень сбалансированная машина по броне. Короче говоря, машинка просто бомбическая. Что касается проги 65. Улетная СТ-шка, которая отличается кардинально от всех СТ. Системой дозарядки магазина. Это такая себе прога 46-я, только на 10 уровне. Танчик очень веселый, очень классный, очень нагибающий. И что самое интересное, что вот полностью вся ветка танков мне зашла. Да, безусловно, сначала вы играете на цикличных пушках, но когда вы доходите до барабана, ну и потом, соответственно, до барабана с дозарядкой, ну это просто кайф неимоверный. Отыгрывать, допустим, 9 уровень, чтобы перейти на 10, стандарт B отыгрывается просто великолепно, как проходной танчик. И как видите, у меня, ну, практически все машины остались в ангаре. Я их частично попродавал, только лишь потому, что мне нужно было серебро. Но если бы не необходима серебра, обязательно бы оставил преобладающие большинство у себя в ангаре. И последняя ветка, которая здесь есть, ТВП Т5051. Офигенная машина, которая нестандартная настолько, насколько только можно быть нестандартной СТшкой на 10 уровне. Система без дозарядки магазина. Магазин перезаряжается циклично, но, ребят, 4 шота через каждые полторы секунды по 310 альфы. Согласитесь, это круто. Да, безусловно, там надо будет потом прожить 24 секунды неполных для того, чтобы перезарядился магазин. Но у меня в целом это получается. Единственная заковырка вот по всему этому дереву заключается буквально вот, ну, для меня лично заключалась вот в этих трех машинах. Они для меня игрались просто ужасно. Хотя кому-то нравится, кому-то заходит. И вот, исходя из того, что в этом дереве сборной Европы для меня лично нет ни одного танчика, который я бы не рекомендовал для выкачивания, кранваген с его обалденным орудием, системой дозарядки, 3 выстрела в магазине и 3 секунды перезарядки между выстрелами, которые уже готовы откинуться, по 400 альфы. Мне очень нравится. 60 ТП, обалденная машина с броней, с 600 единицами урона и 14 секунд перезарядки, с нормально играбельным разбросом и временем сведения с учетом брони. Короче говоря, ребят, для меня лично, субъективно, конкретно в этом дереве сборной Европы нет ни одного лишнего танчика. Именно поэтому я и говорю о том, что сборная Европы это дерево танков, которое является на сегодняшний день самым классным, самым играбельным, но и с тем, которое на все 100% заполнено десятками, которые стоит открывать. На данный момент, ребят, у меня все. Возвращайтесь на канал. Если вы с чем-то не согласны, обязательно пишите в комментариях. Ну уж тем более пишите в комментариях, если вы поддерживаете мое мнение. Если вам нравятся обычные проходные танки и вы меньше заморачиваетесь над тем, чтобы играть исключительно на премах, тоже обязательно пишите об этом в комментариях и пишите, какие машины вам заходят. На данный момент у меня все. Подписывайтесь на канал по желтому шильдику в правом нижнем углу. Я вам буду безумно благодарен. Всех благ, всего хорошего вам мира и спокойствия.